Всем привет! Это Вализа снова again, опять на канале Комфи. И что ты сегодня будешь рассказывать? Во-первых, Вася, у нас новая локация. Во-первых, да. Новая студия у нас здесь, как вы видите. Хромокей. Мы сняли новую студию, сняли лавочку. Да, и сегодня будем рассказывать о том, что Apple готовится к выпуску сгибаемых смартфонов, о том, что HST наконец-то вышла на рынок и выпустила два новых смартфона. Я сегодня расскажу про возможную цену PlayStation 5, потому что ее вроде как слили. Расскажу также про новую игру по «Звездным войнам», расскажу про сценарий «Пятого чужого». И в конце мы по традиции что сделаем? Правильно, почитаем? Комментарии. Верно. Поэтому дел у нас полно. Погнали! Да, начнем с яблочных новостей. За последние два года Apple получила уже несколько патентов на складные устройства, а в сети уже не раз появлялась информация о разработке фирменных сгибаемых экранов. Теперь же на этот раз какая утечка появилась? Авторитетный отраслевой инсайдер Джон Броссер намекнул в своем твиттер-блоге, что компания уже готовится к производству первой сгибаемой модели iPhone. Ты представляешь, наконец-то у нас будут сгибаемые iPhone. Ну это еще увидим, потому что все тесливые инсайды – это ж такое дело. Пока Apple не представят, это можно только гадать. Как с ССЕ2, сколько его там пророчили? Несколько инсайдеров заявляли о том, что новый сгибаемый iPhone может быть уже через год или полтора, и об этом подтвердила даже компания Corning Incorporated. Мы можем ожидать какое-то суперпрочное стекло, которое может сгибаться. Но потом же этот инсайдер Джон Броссер в своем твиттер-блоге написал о том, что это будет не просто цельное сгибаемое устройство, а смартфон с двумя экранчиками, которые соединены с шарниром. Но это будет технически так, то есть он не будет похож технически на Fold или Z Flip, например, как у Samsung. Но внешне это будет тот же цельный, литой, скажем так, сгибаемый смартфон. Ну это можно тогда назвать это немножко читерский сгибаемый смартфон, потому что экран-то у него фактически гнуться не будет, а будут просто два экрана, которые будут раскладываться и складываться. С другой стороны, если это будет выглядеть так, как остальные сгибаемые смартфоны, то почему нет? Возможно, это даст возможность сделать такой экран прочным, вот что важно. Если граница экрана вообще будет незаметна, а если это будет делать Apple, то я думаю, она будет незаметна максимально, тогда ок. Но там опять-таки, как экран будет друг с другом взаимодействовать, потому что не будут ли они там как-то теряться или еще что-то. Поэтому мне кажется, эту границу сложно будет. Согласно еще одной утечке, Face ID будет расположена в верхней рамке без пресловутой челки. Это будет iPhone без челки. Ну там, наверное, просто рамки будут большие, знаешь, как на iPad Pro. Это канает на телеках, но вот мне кажется, на устройствах, на девайсах можно рамки делать, в принципе, нормальные. Под толщине, потому что лишних нажатий не будет. Ну это мое мнение. Я говорил о том, что HTC вообще как бы дала о себе знать. Без лишней какой-то медийной шумихи она просто взяла и выпустила два новых смартфона. Вот так. А я как раз думал, а где же HTC делись? А то куда-то пропали. Но сейчас HTC выпустила какие модели? Desire U20 и Desire 20 Pro. Более бюджетная версия, можно сказать, флагманского устройства. Desire U20 получил 6-8-дюймовый дисплей с разрешением 2400 на 1800 пикселей. Короче, Full HD+. Соотношение сторон 20 к 9. По поводу чипов. Смартфон построен на базе 7-нанометрового Snapdragon 765G. Я недавно проверяла его, по-моему, на Oppo Reno 3 Pro. Вот. И чип достаточно неплохой. Мне понравился он в гейминге. Все было клево, никакого троттлинга. Если просадочки и были, то небольшие. По сути, можно ждать чего-то достойного от этого HTC. Что дальше? У нас там будет 8 гигабайт оперативной памяти, 256 постоянной. И 4 основных сенсора камер. 48 мегапикселей. Непосредственно основная. 8 мегапикселей ширик на 118 градусов. На 2 мегапикселя макрообъектив и 2 мегапикселя датчик глубины. И, как обычно, 32-мегапиксельная фронталка. Ничего сверхъестественного, но достаточно сбалансированные параметры. Desire 20 Pro, который послабее должен быть. Он, соответственно, более скромный. Но все же точно так же будет иметь емкость аккумулятора 5000 мАч. Возможно, эти смартфоны будут долгожителями. И будут поддерживать быструю зарядку. Если Desire U20, который старшенький, будет поддерживать Quick Charge 4, то Desire 20 Pro будет поддерживать Quick Charge 3.0. По ценам, что очень важно. HTC Desire U20 будет 640 долларов, а Desire 20 Pro всего лишь 303. Ну, хорошо, что HTC возвращается. Потому что, на самом деле, бренд был хороший. И, скажем так, я, в принципе, больше люблю iOS. Но я думал, если я буду переходить, ну, тогда давно было еще. Если я буду переходить на Android, я бы взял себе HTC, да. Тем более, они идут в ногу со временем. И вот этот вот, ну, условно, флагман, или как его еще назвать, он будет поставляться с 5G-модемом. Неплохо. Знал ли ты, Вася? Видимо, нет. Что канадские инженеры решили проблему нехватки рук. Как думаешь, каким образом? Ну, раз решили проблему нехватки, я думаю, они сделали какую-то руку, какую-то, не знаю, доктора Осьминога. Я в детстве любил. Да, это роборука в стиле доктора Осьминога. Да? Представляешь, да. Этот манипулятор позволяет выполнить множество полезных действий, которые вообще расширяют возможности человека. Эта рука, захват, весит 4 кг, в принципе, не так-то и много, и может двигаться со скоростью 3,5 метра в секунду. Это примерно так, как твоя и моя рука. К сожалению, эта рука может удерживать не больше 5 кг, в целом, мне кажется, это уже какой-то прогресс. Ну, ты, например, там что-то делаешь, ругаешь, и тут такая рука тебе дрель подает, и ты такой, оп, спасибо, братишка, ну, как бы удобно. У этой руки, у этой роборуки, скажем так, есть 3 степени свободы. Условно это, можно сказать, 3 пальца, которые можно делать захват. И что важно, интересно, можно менять наконечник. Например, там какой-нибудь валик. Красить стены можно. Вообще огонь. Мне кажется, в будущем это может перерасти во что-то более интересное. Ну, знаешь, все говорят про эти экзоскелеты, блин, когда же они уже появятся. Да, конечно. Сейчас такая рука справляется только со сбором яблок или чем-то подобным. И управлять им можно только с помощью, ну, как джойстика, не знаю. Нужен оператор с джойстиком, который будет управлять дополнительно. Не совсем рентабельно для нынешних условий, но, возможно, в перспективе будет создан какой-то нейросенсор, который способен считывать мысленные команды, пользоваться. А может, они просто сделают робота? Ну, типа, то есть удаленного робота, которого чувак манипулирует, и он будет это все делать. Ну, такие роботы уже есть. А прикинь, как было бы интересно, если бы эта рука считывала вот эти вот команды мыслительные, и ты сам ее, по сути, силой мысли управлял. Силой мысли, да, но сейчас то, что оно на джойстике, это типа... Да, на джойстике неудобно. Или, может быть, это какой-нибудь модуль искусственного интеллекта, который смог бы предугадывать действия оператора. Ну, знаешь, типа, наука это увлекательно, но очень медленно. Французский Amazon вроде бы как слил в сеть официальную дату релиза PlayStation 5 и ее стоимость. Говорят, что она появится в продаже 20 ноября. Стоить она будет, в версии Digital Edition будет стоить 400 евро, а с Blu-ray-приводом будет стоить 500 евро. Но это все неофициальная информация, скажем так, поэтому воспринимайте это вот как возможно. Но я думаю, что где-то в этих же суммах она и будет стоить. Потому что разработчики из PlayStation, директор PlayStation говорил, что вот, ребята, площадка будет дорого стоить, но вы не пожалеете, что заплатили. Ну, ты знаешь, вокруг нее было столько хайпа, мы в каждом почти выпуске о ней говорим, и для такой хайповой штуки это еще нормальная цена, мне кажется. Ну, это опять-таки мы увидим, но я думаю, что в любом случае Digital Edition будет стоить дешевле, и, наверное, где-то как сейчас Прошка. Ну, не сейчас там, а когда на старте она была. Ну, в общем, увидим. Также появились подробности про Resident Evil 8 Village. Поделились им, что примечательно разработчики, и они рассказали, что, мол, действия игры будут происходить через несколько лет после событий прошлой части, седьмой части. Мия, Итан, как я и говорил, будут в игре. Они живут своей жизнью, отходят от событий седьмой части. И вот приходит к ним Крис Редфилд, убивает Мию, и уходит куда-то в деревню, какую-то далекую в горах зимних. Итан идет к нему узнать, что ж ты, гад, сделал, что ж ты ее убил. Игра будет полноценным продолжением седьмой части. Это не спин-офф, это, фактически, как я понимаю, их основная серия сейчас. Вот восьмая номерная часть. И будет она сделана, разумеется, на Re-Engine. Так что графика будет классная. Также вышел в сеть трейлер ремастера первой «Мафии». И игра смотрится очень симпатично и очень красиво. Пока что нам не показали никакого геймплея, но тем не менее, все равно этот ремастер, хотя это фактически ремейк, по большому счету, интересно будет поиграть, особенно мне, учитывая, что «Мафию» я вот как-то не застал. И релизница ремастер «Мафии» 28 августа этого года вместе с Definitive Edition «Мафия». Там будут все три части. Первые две части уже вышли, а вот выйдет, точнее, вторая и третья части уже вышли, а первая часть вот выйдет в августе. Также в сети появился трейлер «Новый Outlast», называется «Trials». Опять-таки непонятно, что там будет происходить. Какие-то врачи что-то там кого-то копают, убивают. Единственное, что, как я понял, у нас теперь мы не будем бегать с камерой, у нас ночное видение будет встроено прямо в глаза. И еще ей поделились своей новой игрой по «Звездным войнам» «Star Wars Squadrons». Как понятно из названия, будем мы в основном там играть за пилотов, управлять кораблями. И будет сконцентрирован геймплей именно на схватках один на один. Ну, именно вот в таких вот динамичных сражениях. Можно будет играть за повстанцев, за империю. Действие будет происходить после событий «Возвращения джедая». Будет также мультиплеер. И что также примечательная игра, выходит осенью этого года. И в ней, по заявлению Electronic Arts, не будет микротранзакций. Увидим, посмотрим, поглядим. Ну, а про кино новостей не так много. Отменили, ну не отменили, перенесли «Оскар». «Оскар» должен будет проходить в следующем году, аж 28 февраля. Ну, его перенесли на два месяца. Теперь он будет проходить 25 апреля. Вот. И еще появилась новость о том, что сценарий к фильму «Чужой 5» уже давно написан. Его даже Сигурни Вивер читала. Но она не знает, будут ли его снимать. И эта новость бы ничего не значила. Но вот только... Вроде как, это прям пятая часть, которую должен был снимать Нил Блоком. Но тут влез Ридли Скотт. И все испортил. Кто эти люди, Лиза не знает. Знаю я и, возможно, один подписчик на канале. Потому что, фактически, мне кажется, в последнее время, что только я интересуюсь этой франшизой. И поэтому только я могу ощутить боль, что мало того, что этот сценарий, скорее всего, не видит свет. Сигурни Вивер еще сказал, что, скорее всего, она больше никогда Рипли не сыграет. Потому что, как она считает, Рипли пора отпустить на покой. И Ридли Скотт проснулся и говорит, что если Дисней ему позволит, то он все-таки снимет продолжение «Чужого завета». Как будто мы так хотели. Я даже не знаю, что нужно снять, чтобы третья часть была не такой плохой. После «Прометея» были надежды. После «Чужой завет» надежд просто нет. Я не знаю, как этот ужас можно вырулить. Это как со «Звездными войнами». Последние «Жидаи» настолько все испортили, что Джей Джей Абрамс пытался, но не получилось, не фартануло. Вот и получился фильм сомнительный. Вот и все новости про кино. Ваш хейтер, Вася. Ваш хейтер, Вася, in the house. Ну, давай посмотрим, что нам пишут другие хейтеры. Хотя, не фак, что хейтеры. Я надеюсь, там не только хейтеры. Ну, да. Да. Комментарии. Так, Когман Фолдонов. Отрасти дерево, посади сына и подпишись на канал Комфи годной техники. Да, фигня. Управлюсь. Капец. Вася, отрастил дерево? Сына посадил? Нет. Ничего из этого не сделал. Ну, хоть на канал подписался? Конечно. Подписался и нажал на колотунчик. А те, кто не нажали на колотунчик, нажмите на колотунчик. Так вот, если вы не отрастили дерево, если вы не отрастили дерево, не посадили сына, хотя бы подпишитесь на канал Комфи. Хоть что-то сделаете уже полезно. Ну, полезное для этого мира. Богдан Журавлов. Козырнячая футболка у Васи. Спасибо. На мне 17 футболок, и с меня пот просто ручьями течет. Вадик Кошман. Зачетный трек с Монтвалы. Пореплюнул и Моргенштерна. Вася. Как и было сказано в видео, слушайте наши треки, качайтесь. Я дёртимон. Никто не понял эту отсылку, блин. Олдфаги вообще здесь? Как делишки детишки? Чего? Пишет Тандерсторм. Спасибо вам за отличное видео. Очень обрадовала новость о PS5 и новых играх. Как думаете, стоит сразу при выходе PS5 обновляться с PS4? Во-первых, мы потестим их, в первую очередь. Я думаю, нам дадут потестить теплоочки. А не получишь, а не получишь. Ля-ля-ля-ля. А он в своей клетке сидел, злится, злится и все, хохотайся. А она не получишь. Тевтелька. Пишет Тевтелька. Допустим, я Тевтелька. Жесткая такая. Вот представьте, если подливочкой немножко полить, то нормально и будет. Выражение такое. Очень интересный формат. Никакого напряжения, приятно слушать. Мы не напряжные, просто ребята спокойно чилимся. Мы просто чилим, да. Да, рассказываем вам новости. Какие-то пацаны с камерами подошли. Мы сидели просто тут на лавочке, они пришли, говорят, давайте в Алису. Мы такие, давайте. Изи вообще. Вот так съемка обычная происходит. Александр Квинт. Уже 10, вот время летит. Лиза такая милашка. Вася тоже молодец. Здоровья вам и продолжайте дальше. Привет вам из Германии. Я тебя знаю. Ты мне писал в Фейсбуке. Данки Шот. Это подписот она. Нихт Ферштейн. Короче, я тебя помню. Вот лайки, все такое. Да. Лиза бюджетная версия Анны Де Армс. Что это? Это кто такая? Я видела этот коммент, это актриса симпатичная. Ну, давай я загуглю, ладно. Анна Де Армс. Подожди, ого, привет. Только мы, только вдвоем в Макаронахаус сегодня. Кстати, да, подожди, достать ножи, точно. Да, да, все. Ну, а я не сказал бы, что она похожа. Но она симпатичная. И бегущая по лезвию она еще была, ты прикинь. Я просто не знаю, как ее зовут. Да, симпатичная, но на Лизу не похожа. Руська, что я не симпатичная. Да, ты. Да. Зе Дракончик. О, ништяк рэп от Лизы и Васи. Вы топ, колокольчик, лайк, подписка, жизнь удалась. Слушай, Лиза, ставлю лайк. Пока что всегда ставь лайк. Да, йо, это гимн. Слушай, Вася, ставлю колотунчик. Марат Койшибай. Да мне понравился рэп, просто супер. Я не знал, что ты, смурфетка Лиза, так ритмично споешь. Браво, я не ожидал. Это еще не все мои таланты. Да, не все таланты. Это, в первую очередь, талант монтажера, который ритмично ее смонтировал. Давай без этого. Ты сейчас все вот эти награды на себя. Все, короче, в следующий раз тогда мы запишем рэп. Мы забацаем политический рэп и вытащим их из системной демонической апатии. Ворам творогам. Чего вы руками машете в кадре? В глазах мельтешит. Вася. Это, наверное, ко мне. Я просто не знаю. Обычно у меня такое вот есть как-то. Апфельсин. Аватар был и есть офигенен. Хотя неудивительно, что Вася, поставивший невнятную подделку платформа, в топ критикует этот фильм. Ой-ой-ой. То есть мало того, что я как раз, когда мы записали, посмотрел обзор ностальгирующего критика, который фактически снял с языка мои мысли, а он, между прочим, авторитет в конце концов. Просто объективно, ну что по сюжету хорошего в Аватаре? Все. Визуально? Нет, Лиза. Визуально он впечатляет. Да, он на момент выхода, он был просто пушкой. Как они коннектятся хвостиками? Ну сюжетно, но он вообще пустой. Это Покахонта, смешанная с еще какими-то мультиками и карикатурные персонажи и прочее, и прочее. То есть, типа, серьезно? Вот даже так, брат главного героя умирает, и мы берем абсолютно не обученного чувака, а хай он теперь управляет этой махиной здоровой, этим аватаром. Ну что за бред? А платформа, между прочим, глубокий философский фильм. Есть, наверное, люди, которые любят больше визуал, а есть те люди, которым важен смысл. Очевидно же. Миша Пчелкин. Досмотрел до рэпа, отписался от канала. А, не всем зашел рэп, а что такого? Это была шутка. Такой дебилизм, очень смешной. Если вы думали, что мы выпустили этот трек в Apple Music, то это не так. Не нравится вам наше творчество, просто вы безвкусны. У вас нету вкуса, получается. Осторожнее. Это шутка. Эту шутку в Америке смешной не найдут. Это никакой не шутка. Да. Я надеюсь, что поймут, что это сарказм. Потому что это сарказм. Держу табличку сарказм. Это сарказм. Это сарказм. Да, и на этом саркастической ноте мы прерываемся, потому что комментарии закончились. Новости закончились. Новости закончились. Все закончилось. Все закончилось. Уже время обеда, поэтому пора заканчивать. Мы хочу, мы хочу, мы хочу кушать. Пора заканчивать, поэтому призываем вас, как всегда, писать много смешных комментариев. Также, разумеется, ставить лайк, колотунчик нажимать, подписываться на канал. Если вы еще не подписаны. Вдруг, мало ли, такое вообще могло произойти. Заходите в наши телеграм-каналы. Там, кстати, сейчас проводится розыгрыш газовой плиты. И вообще, очень много розыгрышев, классных скидок. В общем, увидимся, услышимся, пока.